здравствуйте мои дорогие у нас тут уже немножко меньше чем 40 градусов но в принципе все еще достаточно жарко хотя днем сегодня было плюс 40 и даже больше и с вами научный олег и поэтому я пожалуй расскажу вам сегодня про мой стенос ортального клапана ведь такая нагрузка для сердца такая нагрузка для сердца значит такая жара ой-ой-ой-ой что же нам делать на самом деле именно жара переносится мной очень хорошо и об этом может быть расскажу в этом видео может быть следующем почему это именно так ну в моем случае вообще в чем там вся заморочка и если там вы может быть тоже сталкивались с таким диагнозом или было ваших там каких-то знакомых значит в во время службы советской армии это уж сколько там лет назад то лет наверно там 30 назад а то и больше ну да больше конечно я переболел три раза ревматизмом и в результате в четырнадцатом году 2014 обнаружил что у меня стену совершенно случайно достаточно это все произошло знаете у меня есть такое правило в жизни использовать любые события которые казалось бы являются вот вредными для тебя то есть они против тебя направлены но использовать их во благо и в данном случае получилось так что мы значит там с одними там молодым шпана такая там местная повздорил и мы с ним подрались и мы были с синяками в общем знаете и я пошел снимать побои и пошел обследоваться и раз таки говорят а у вас сердцем вот так вот так вот я говорю то что из-за того что он меня по сердцу побил это уже там за время там жизни долго-долго все это развилось а что развилось но оказывается что после вот таких ревматических атак в течение жизни потом может происходить следующее клапан сердечный в первую очередь именно аортальный аортальный он деформируется во первых его значит он вообще создан такой знаете у нее три лепестка он полностью самостоятельно автоматически в нем нет мышц никаких то есть в одну сторону идет кровь из лево желудочка в аорту а потом когда желудочек вытолкнул он снова расслабляется чтобы наполниться кровью из лево предсердия а и в это время аортальный клапан нужно закрыться чтобы кровь оттуда из аорта назад не шла чтобы он то вытолкнула так вытолкнули иди уже дальше там неси свои питательные вещества каждой клеточки тела и вот этот клапан он постепенно деформируется и срастание происходит этих лепестков по краю потом день закреплены к вот этому ну к тканям вообще они сделаны что-то вроде тоненького хряща вот такое что-то такое знаете они таки подвижные просто фланируют потоком крови туда-сюда и соответственно за то что срастание их происходит просвет уменьшается это и называется стеноз ну вот у меня там последние там замеры были что якобы у меня просвет этот меньше в четыре раза чем у обычных людей то есть да если обычно людей это по моему там что-то в по площади сантиметр 4 что ли у меня там меньше сантиметра и вторая проблема которая может возникнуть и обычно возникает это недостаточность клапана в чем она выражается в том что сердце толкает кровь и клапан должен закрыться но он полностью не закрывается полностью створки не смыкаются идет обратный поток крови из-за этого сердцу ну из-за стеноза и из-за того что просвет маленький из-за того что обратный ток крови получается нужно этому левому левому желудочку более сильно вот так вот сокращаться чтобы вытолкнуть все-таки кровь из-за этого он разрастается мышца увеличивается кровеносная сеть в этой мышце остается примерно то же самое и в какой-то момент уже сердечной мышцы этой не хватает питательных веществ достаточно чтобы работать и хорошо выполнять свою функцию и тогда наступает коллапс когда просто вот уже сердце не может справиться со своей работой и поэтому собственно и было сказано мне там 2014 начале 2015 года что нужно сейчас прямо разрезать сердце прямо сейчас лечь под нож тебе буду делать операцию несколько часов подряд рассекут тебе грудину значит достанут сердце вырежут из него клапан на время на это подключать тебя к аппарату искусственного сердца да он будет как бы твоя кровь будет качаться каким-то там значит механизмом все это будет происходить потом клапан вошьет все вернут все зашьют запустят значит сердце вот и все станет хорошо но при этом никто не говорил а что будет дальше на сколько там человек живет потом а как каков как бы режим его жизни то есть насколько этот режим удобный для человека плодотворный там значит не беспокоишься но во первых это инвалидность во вторых нужно пить все время антикоагулянты вещества которые разжижают кровь чтобы не дай бог на этом клапане не собрались сгустки да ведь он уже ну такой механический пластмассовый пластиковый он значит не такой как ткань организма значит с ним там что-то будет по-другому происходить и в общем то перспектива мне не понравилось я стал решать какие-то свои вопросы стал разбираться ситуация да и за это время 2015 года нарыло обнаружил очень 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 много вещей которые связаны с физиологией буквально я совершил ну не то что открытие но с точки зрения того что это описано но публике не известно это было открытие да во многих многих областях многие самые такие вещи которые просто вот они забыты положим на полку врачи них не знают и об этом в общем практически все мои видео например врачи смотрят всегда на сердце да вот сердце для них является главным да ну вот сейчас жара такая да там вот как же сердцу так трудно так все там вот этот прогонять кровь ну как же как же вот несчастные бедные люди да нет я в прошлом году вообще мы тут работали сейчас как бы немножко состройка здесь под завязла а так просто мы тут работали в жару там буквально там перерыв там в жару самую самую жару там нас небольшой был этом и в тени тут то лестницу делали то еще что-то и вот якобы сердцу трудно то есть но в общем то даже прикидочные оценностные расчеты показывают что с точки зрения евро гидравлики само сердце не может толкнуть кровь так чтобы она побежала в значит крупные артерии потом эти артерии ветвятся потом ветвятся ветвятся потом кровь переходит в капилляры каждый капилляр не длиной не больше миллиметра в этом капилляре такая толщина что эритроцит это пуговичка красная а он за год с рубочку сворачивается чтобы пролезть через этот капилляр вы понимаете вот какие они маленькие эта кровь протискивается через густую густую сеть этих всех капилляров потому что капилляры подводят в результате питательного вещества именно клеткам клетка она вот зафиксирована а наш не движется не может пойти захотелось ей воды но встал пошел холодильнику там или куда где-то вода там стоит крану попил воды а клетка не может пойти не в туалет сходить не воды попить ей приносят все она зафиксирована делать свою работу вырабатывает нужные вещества но она зафиксирована поэтому именно с помощью капилляров в результате подходит каждым клеткам вот эти нужные вещества не прямо с клеткой соединяются то есть там между клетками еще есть достаточно пространство такого в котором ну какая-то жижа присутствует то есть какая-то же межследовательная жидкость вот в ней там все что нужно растворено в ней растворены и плохие вещества и хорошие вот и кровь всасывает в себя вот то что не нужно уже и несет дальше значит самое главное конечно углекислый газ углекислый газ вытягивает несет в легкие в легких отдает кислород забирает и опять по новому кругу вот это все делает ретроциты они бегают у вас по крови именно капилляр является важнейшим элементом кровеносной системы важнейшим их миллиарды и расчеты да ну как бы даже прикидочные показывать что не может кровь вот так вот сердце толкнуть кровь чтобы она добралась до капилляров а из капилляров потом собралась и дошло до сердца но александр залманов описывает в своей книге что на самом деле капилляр имеет значит сокращение и они солидарно сокращаются и толкают кровь дальше ну может быть не капилляры а как бы кровеносные сосуды которые перед капиллярами и после идут такие там до венулы по моему называется ну то есть мельчайшие такие вот как бы уже кровеносные сосуды и происходит сокращение за счет за счет этого сокращения кровь поднимается к сердцу вот что это легко проверяется вы можете пойти на часок погулять по парку просто ходить без каких-то усилий это не не зарядка не физкультура ничего просто прогулки врачи там все время придумали назвали теренкур это придумали легенду что якобы мы сокращение мышц значит толкает кровь по венам и тогда значит сердцу легче потому что кровь по венам поднимается и доходит до сердца но в венах нет клапанов соответственно давление на вены приведет к тому что он будет распространяться во все стороны одинаково и кровь будет выталкиваться во все стороны и вперед и назад там будет просто ну что будет да ничего не будет происходить допустим если брать ну есть ладно есть клапаны есть клапан есть крупных венах клапаны на ногах собственно из-за того что они там бывают подпорчены у нас вот варикоз появляется да потому что же кровь не может протолкнуться через ноги но основное за счет чего кровь начинает циркулировать хорошо это то что вас капиллярование такой прогулки открываются вот вы сидите как я сейчас и спокойно все нагрузки никакой нет потребность в интенсивность работы клеток невысокая и часть капилляров просто закрываются они просто перестают работать не нужно столько веществ не нужно все это прогонять через капилляры половина капилляров закрыты но вы встали пошли кровь нашла начала циркулировать и капиллярчики открывается 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 вот и поэтому конечно легче потому что кровь теперь результате доталкивается хорошо до сердца вот и все как простая так сказать очень вещь и эти данные все уже известны в господи больше 50 лет все это описано но почему-то никто этого не знает никто не применяет врачи смотрят на сердце капилляры ну ну понятно что надо можно понять и больных конечно они врачи знают что ты им расскажешь вот вы должны вот то делать вот это вот это потом он пришел а следующий прием ну ты делал я ничего не делал живет своей жизнью жрет свое пиво жрет свои там гамбургеры ему честно говоря до лампочки вот доктор помогите потом у него доктор помогите ну кстати чё ну режут им сердца вот а потом они после этого сколько живут там бог его знает а я не нашел данных сколько человек живет после того кому сделали операцию на сердце не знаю вот вот не знаю может мало может много просто мнение таких данных я это тоже было препятствием для меня почему и не стал значит ложится под нож так вот вообще капилляром посвящен большой цикл видео он у меня выложен на канале по моему пару лет назад его сделал называется главный ресурс тела и это все про капилляры потому что причины по которым капилляры могут быть значит блокированы их много то есть это просто и от того что они все время портятся от того что они повреждаются вот и это все 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 там рассказано достаточно подробно самых разных сторон теперь второй момент это то что спрашивают обычно врачи а одышка есть вот у меня спрашивают ой только посмотрели о какую-то одышка есть при ходьбе или при ходьбе нету вот ну если там налезть по лестнице там поднимаюсь да ну там да конечно есть вот они не понимали как это мне одышки нету видите они спрашивают про одышку до имея ввиду сердце но если вы спрашиваете про одышку значит речь о чем о том что организм не хватает кислорода то есть воздух который он вздыхает недостаточно наполняет тело кислородом врачи связывают с тем что ну как бы сердце не поставляет достаточно кислорода в легкие на самом деле ситуация как раз таки в следующем что если в легких проблемы и не все альвеолы значит задействованы учетом позабивались эти тончайшие трубочки понимаете которые подводят воздух к этим альвеолам позабивались просто да и часть альвеол выключена и получается что у вас конечно не достает вам кислорода получается что сердце должно более интенсивно то есть если у нас как бы альвеол не достаточно для деятельности значит нужно чаще прогонять кровь отсюда повышенный пульс повышенное давление все вот это вот происходит но если привести в порядок как вот в моем случае да вот как бы это момент обнаружил что у меня прям проблемы с легкими там бронхит стали появляться еще что-то думаю не 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 я думаю разберусь с этим чуть за фигня нашел там козявку микоплазмоз и я вот как бы так прям считал что это прям вот важно что это прямо но вот и вылечился антибиотиком вся семья говорит так все лечимся а то же потом я от вас заражусь через несколько месяцев опять так вот опять антибиотиком чистка месяцев опять да шо ж такое но потом я стал пить все-таки витамин c забросить антибиотики регулярно прием витамина c то ли виде аскорбина и кислоты то ли виде аскорбата натрия не так важно все это значит делаю 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 вроде ничего потом как-то опять хуже думаю блин опять все-таки на рассердце да все таки вот наверное сердце стал опять думать не сделать ли операцию все эти мысли ну то есть выхожу допустим еду и мне там ну тяжко мне идти но я взял и стал принимать лекарства как называется которая разжижает мокроту да вот и о чудо стал человеком тут же мгновенно все хорошо двигаюсь быстро все что нужно делаю активность повысилась усталости нет ничего себе так подумал я вот это заставило меня разбираться с таким явлением который называется бактериальные пленки то есть что бактерии строит себе такие структуры где они прячутся как в домике а сами продолжают работать там себе да вот представить если у вас эти вот дыхательные пути изнутри высланы вот этими всеми такими пленочками то уже этом сужение есть а если вдруг раз что такое там ну например там много пыли в воздухе или аллергены пыльца там еще что-то все уже дышать не чем понять у вас астма уже проблема то не в том что у вас аллерген прилетела проблема в состоянии легких внутри вас вот это вот достаточно быстро было обнаружено у меня и я стал разбираться с этим явлением биопленки чего это такое и тут я обнаружил что у нас в медицине в сегодняшней за занавеской стоит слон а никто его не видит изучают только хвостик этого слона и с этим хвостиком работают вся деятельность все антибиотики вакцины все значит эти жаропонижающие там и все 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 там анализы все обследование кт мрт в общем тьма 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 деятельности ради того чтобы заниматься вот таким вот хвостиком слона а все остальное сам слон спрятан за занавеской вот такого масштаба а у нас ситуация с биопленками в этом я расскажу в следующем видео что касается еще ортального клапана в какой-то момент я нашел такое данное почему он поражается почему организм значит начинает страдать было такое объяснение вполне себе разумно что это аутоиммунное заболевание белок из которого сделано ортальный клапан схож с белком который продуцирует стриптокок вот такая вот гадкая микроба стриптокок и тогда конечно организм значит клетки тела начинают сражаться и в том числе начинают сражаться и собственным клапаном да там разрушают уничтожают блокируют то есть потому что считают что это и есть стрептокок и вот эта битва то есть это аутоиммунная уже получается природа такого заболевания постепенно приводит тому что клапан деградирует я так это принял как рабочую такую гипотезу хорошо на самом деле все объясняет уж не помню где это нарыл где нашел но с тем как вдруг обнаружились ситуации с этими биопленками я уже стал думать а может быть на самом деле биопленки на самом деле там на этом клапане может быть стриптокок хорошо жить как раз таки строить свои структуры на клапане и отсюда так сказать идет борьба и битва и поражение конечно и клапана тоже но с этим надо разбираться да а что касается самочувствия то уже что это в четырнадцатом году обнаружился от стеноз и нужно было все обморочно делать а то как врач сказал через пять лет все уже там некие лекарства не помогут а сердце будет все в раздра и даже операция тоже нельзя будет делать ну вот видите сегодня уже двадцать третий год из девять лет прошло и ничего я не рекомендую сразу скажу такой же путь там многим другим из вас если у кого-то его родственников или у вас самих такая ситуация нужно действовать исходя из того что там как бы у вас происходит но данные о том значит каковы причины плохого состояния вот я конечно даю и рассказы ну например например капилляры да вот без всяких стенозов люди умирали вдруг неожиданно от сердечной недостаточности и вдруг я нахожу в одном видео одного кардиолога что она упоминает один из симптомов у людей когда у них аритмия сердечная еще что-то и вот иногда такие люди они просто тут же умирают из сердечной недостаточности она в числе симптомов постоянно упоминает что им снятся кошмары кошмары это огромный дефицит витамина b1 это известно с 1950 года у я прочел это в книжке 1950 года может быть 51 самоанализ мой любимый автор рон хаббард и там было в маленькой сносочке это написано что сновидения возникают из-за так сказать недостатка b1 вот еще книга кстати наука выживания там более подробно уже про b1 было написано и когда вы недостаток b1 восполняете все эти сны проходят и как бы все нормально ну проблем это не снах а проблема в том что дефицит этого витамина капилляры сокращаются значит без них это кровообращение вообще невозможно и для сокращения такой гладкой мускулатуры нужен витамин b1 когда витамина b1 недостает гладкая мускулатура не сокращается должным образом отсюда кстати при недостатке b1 на возникают и периоды когда человеку у него потери аппетита ничего не хочется ему есть например да или наоборот из-за от они кишечника и за то что питательные вещества не продвигается куда надо в достаточном объеме достаточно скоростью за то что желчный пузырь не сокращается из-за того что поджелудочная железа не сокращать это что секрет эти не выдавливается у человека не достает ему питательных веществ наоборот начинает больше есть вот и такое тоже возможно и вот такая простая вещь например витамин b1 да пожалуйста решает многие вопросы связанные сердечной деятельностью но это не все да так сказать полный обзор того что нужно вот при стенозе да какие питательные вещества нужны я расскажу после видео посвящена биопленка потому что там его нужно действительно хорошо разобрать там очень много чего зарыто с вами была ночная олег я желаю вам здоровья и счастья вот до новых встреч любите себя и своих близких и вообще мир в котором мы живем до свидания и и и